Я подал в последний день сроком, как прописано в 128 статье УПК. Какие вопросы вообще могут быть? Вообще, какие могут быть вопросы? Уж я-то это сто раз проверил, перепроверил в последний срок, потому что я знал, на что я иду. Я специально тянулся до последнего, потому что я ждал, что там с ознакомлением делал, то есть меня в итоге так и не ознакомили, не дали мне возможность все, что нужно сделать. Да, мне потом председатель прислал письмо о том, что типа приходите, снимайте, видеосъемку мне разрешило. Смысл у меня от вашей видеосъемки, если у меня касатка уже подготовлена, туда доводы соответствующие внесены и отправлены. Я еще говорю, я там привел только один довод специально, чтобы не потерялся. Его невозможно потерять, потому что он один. А начал бы приводить еще другие доводы, они начали бы, ой, не существенно, а это под дурочка. Вот как вот сейчас, струк двинули, под дурочка. Вы нарушили срок подачи. Под дурочка. Ссылается на статью, но до конца не дочитывает, понимаешь. Но до конца не дочитывает, что если окончание срока приходится на нерабочий день, то окончанием срока считается следующий за ним рабочий день. То есть, если 5 числа приходится на воскресенье, то окончание срока 6 числа... Если 5-й на субботу, то было бы 7-го. Да, да. То есть, первый или праздник попал за ним. Да. Вы видите, что прям тютелька в тютельку, прям это, ну, надо же посмотреть, что, почему именно такая тютелька в тютельку. Ну, убедиться надо, что рабочий день вообще 5-го числа был. Окончание не рабочий. Да нет, 100% это умышленно. И отсюда возникает вопрос. Понимаешь, да, какое будет? Ну, там другого решения быть не может, как отменить? Ну, чем черт не шутит? На мой взгляд, сейчас судья районного, она должна все делать. Платить любые деньги, умолять, в ногах ползать, понимаешь. Связи там подключать. Ей светит уголовная статья. Это факт. Это факт, понимаешь. Я, я, я же из СИЗО каждый раз я указывал на эту уголовную статью, на вот это все. Вот все вот это я ей говорил. То есть, она знала это заведомо. Я об этом ее много раз тюкал, 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 тюкал. И она шла на это. То есть, умысел очевиден. Это не требует какой-то оценки, да, там, вот как я говорил, что это грубое процессуальное нарушение. То есть, ты просто, зная, что ты не имеешь права рассматривать дело без этого человека, и ты берешь это и делаешь, несмотря на то, что он тебе неоднократно об этом указывает, на этом основании заявляет отводы, возражения. Причем, сам повод, который ты выдумала, он, во-первых, незаконен, а во-вторых, он искажен. То есть, я не отказывался от средств защиты. Более того, я требовал это все оформлено на бумаге, это все зафиксировано в протоколах и бумажном, и аудио. Ее действия просто очевидны. Просто тупо от меня избавились, потому что знали, что я там буду говорить то, чего они не хотят слышать. Потому что простой вопрос. Где у вас доказательства, что я что-то в этом магазине брал. Простое вообще элементарность человека в чем-то обвиняет, в хищении чего-то. Вы должны доказать, что он в этом магазине что-то взял. На то, что я там снимал видеоролик свой, там хайповал, там на кассу предъявил что угодно. Я мог трусы предъявить, и мне поотказались пробить, потому что, ну, чего, у них трусы там тоже продают. И они, самое интересное, они знали, что меня не было в торговом зале. Они знали. Потому что даже сам факт, что я на стадии предварительного расследования заявил ходатайство об истребовании видеозаписи, понимаешь, и мне такой ответ, что в этом нет необходимости. Ни хрена себе, в этом нет необходимости. Это мое доказательство моей невиновности, а в этом нет необходимости. Ты понимаешь? Так вот это основание для привлечения следователя за фабрикацию уголовного дела, прокуратура за то, что она вообще это пропустила, и судью за то, что она вообще вынесла решение обвинительное. Ну, областной суд тут тоже не в стороне оказался, потому что вы видите грубейшее процессуальное нарушение, раз. И, во-вторых, на мой опыт. Закон, опять же, на основании УПК. Давайте рассмотрим доказательства. Новую свою оценку сделаем. Подавайте видео, посмотрим. Давайте изучим доказательства. Дайте мне возможность сказать. Не затыкают рот. Говорят, а в этом нет необходимости. Суд первой инстанции дал свою оценку. Тогда возьмите, а за нахер я в этом сидите тогда? Вы для чего тут сидите? Суд апелляционной инстанции. Для чего сидите? Так вы должны свою оценку дать. Если вас просят изучить эти доказательства, значит, есть основания считать, что судья не объективно дала оценку этим доказательствам. Я уже поступила в суд первой инстанции, поэтому, я думаю, быстро собраться к нам. Хорошо. Будем надеяться, что не напрасно все вот эти телодвижения идут с моей стороны и с вашей. Почему? Потому что, на мой взгляд, приговор, который был вынесен, он заведомо неправосудный. Спасибо, что обратили внимание. Я думаю, не каждый человек в своей жизни попадает в касационную инстанцию, тем более по уголовному делу. Это для истории, для жизни очень будет полезно. Все, поэтому будем вас извещать. Вы можете направлять соответствующее ходатайство. Рассмотрим его. Все, спасибо. Хорошо, спасибо большое. До свидания. До свидания. Да, до свидания.